Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомящим. Здравствуйте, Александр, и с праздником вас, с светлым праздником Песах. Сергей, спасибо. Здравствуйте, наши слушатели и зрители, и всех тех, кто празднует сегодня Песах, с праздником Песах. Ну, на самом деле, в Америке его начнут праздновать, видимо, примерно через сутки, но, тем не менее, тех, кто уже начал праздновать, тех, кто будет праздновать с наступающим праздником Песах. Спасибо, от имени всех наших радиослушателей Вам большое спасибо Я смотрю, вы уже празднуете Вот там в кадре я вижу и мацу, и вино В детности нашей маца и вино Все в порядке, да Сегодня еврейский народ получил поздравления От лидеров разных стран мира И в общем в контексте нашей передачи Действительно уместно упомянуть И о хороших поздравлениях И когда хватят как лучше, а получается как всегда Во-первых, было очень красивое выступление Дональда Трампа Которое было записано И в социальных сетях, возможно, многие уже видели Где президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравляет евреев мира С праздником Песах Ну и Владимир Путин, лидер России Тоже записал поздравления И тоже поздравил евреев с праздником Песах Причем он завернул вообще так, что, мол Этот праздник, который Который поддерживает ценности Такие ценности, как справедливость И стремление к свободе И уважение к лидерам, культурам И традициям, и религиям разных народов Это ключ к сосуществованию В России многих народов В этом наше главное наследие То есть заверну прямо так очень красиво Действительно, мы живем в удивительное время Потому что те, кто старшего поколения Сказать им, что мы услышим Поздравления с праздником Песах И со стороны американского президента И со стороны лидера России Это, в общем, не такая вещь Которая сама собой разумеется И опять же, я здесь Подчеркну, что, конечно же Я не уверен, что это все было бы Так замечательно и хорошо Если бы во главе Израиля Сегодня не был человек Который умеет действительно договариваться И умеет находить общие точки Соприкосновения со странами Которые иногда между собой Находятся в не самых лучших отношениях Ну и были поздравления От других лидеров Тоже, например, глава Турции Диктатор Турции Официальный президент Эрдоган Тоже двинул сегодня речь Поздравления Правда, он это все сказал Мол, поздравляю евреев Но тех, которые живут в Турции Которые ведут себя хорошо То есть в том духе, что, мол, Намекнув прозрачно Что к израильским евреям И к остальным евреям Он относится совсем не так хорошо Ну а турецкие несчастные Которые до сих пор Еще не избежали из Турции Он типа их любит Ну а смешнее всего получилось У британской лейборийской партии Британская лейборийская партия Очень хотела поздравить евреев И тем самым подчеркнуть Что они вовсе не те антисемиты Как все о них думают И, в общем, думают по праву Потому что в последнее время, конечно С лейборийской партией Британии Происходит черт знает что И, в общем, в каком-то смысле Демократы американские к ним приближаются Но все-таки еще не сумели побить Те высоты, которые взяли уже лейбористы Со своим почти откровенным антисемитизмом И совершенно фантастическим антисемитом Другом Хизбау и Хамаса Лидером британской партии лейбористов Корбина Так вот, лейбористы британские Публиковали поздравления евреям С праздником Песах На котором был изображен Магиндавид Ну понятно, для них С их точки зрения Это главный еврейский символ Стакан, бокал вина Тоже все понятно И кусок хлеба То есть не кусок хлеба, а целая булка Вот и написано Счастливого Песах То есть народ, конечно, в сетях социальных Ужасно посмеялся Можно не вникать в глубину праздника Можно не сдвигать такие Продуманные и глубокие речи Как у Трампа Или такую, так сказать, интересную И, в общем, достаточно Как бы тоже красивую речь Как у Путина Но уж знать о том Что в Песах Хлеба Это не то, что ставят на открыточку И не то, чем поздравляют евреев Тут уж можно, в общем, лейбористов Было как-то Лейбористам нужно было Немножко больше узнать О еврейской традиции Но, видимо, антисемитизм мешает им Как-то вникать в глубину процесса И получается то, что получается Но это было так коротко Несколько минут О том, как поздравляли еврейский народ Разные лидеры На нашей планете Ну, а теперь, может быть, поговорим о том Что происходит после выборов Да, у нас Закончились, наконец, эти выборы И, в общем, как мы и говорили Президент предоставил Натаньяу Возможность собирать правительство То есть это будет пятое правительство Натаньяу Натаньяу поддержан Большинством Парламентариев То есть большинством партий Входящих в парламент И, таким образом, он начинает Сейчас свои коллекционные переговоры Ну, и после вот этой всей активности Которая происходила у нас Бурлящая Наступило затишье Такое информационное затишье Когда, в общем, все, что было Хотелось сказать Уже было сказано Было выплеснуто И такой вот Немножко информационный вакуум возникает Пустыня Ее заполняют спекуляциями О том, как будет И что будет И какое будет правительство И куда оно пойдет Я предлагаю нам Все-таки подождать И посмотреть Что будет И тогда уже говорить Дать возможность Натаньяу сделать то Что он умеет делать Очень хорошо То есть собирать коалицию И, так сказать, заниматься Внутренней политикой Есть три важных направления Которые Как бы я ожидаю Что Будут стоять на повестке дня У будущего правительства Пятого правительства Натаньяу Это распространение Суверенитета Суверенизации Иудеи и Самари По крайней мере Частичная Это борьба С диктатурой Верховного суда Проблема Проблема Существующая в Израиле Когда власть Захвачена В стране Неизбираемыми элитами Это главная проблема Проблема не в том Что судьи Обладают полномочиями Это как раз нормально В любом дипократическом государстве У судей Есть свои полномочия Они уравновешивают Скажем Парламент И исполнительную власть А проблема в том Что в отличие от парламента Который является избираемым Судебная власть В Израиле Абсолютно неизбираема Она сама себя штампует Она сама себя выдвигает И репродуцирует И это создает колоссальную проблему В Израиле Поскольку это закрытая группировка Фактически олигархи Которая пытается навязать Своё мнение Своё видение Народу Вопреки желанию народа Ну и третье направление Действий для Правительства Натаниал Как я думаю Это дальнейшая либерализация Экономики Свободный рынок И постепенный То есть не постепенный Уже теперь в общем достаточно Будем надеяться Последовательный И эффективный уход От социалистического Прошлого По поводу суверенизации Конечно всё это идёт В общем пакете С планом Трампа Который вот говорят Нам будет опубликован После праздника Рамадан После формирования Правительства в Израиле То есть где-то в июне И лидеры Организации освобождения Палестины Абумазан И его так сказать Команда Они уже воют на весь мир О том как всё плохо Как Трамп Хочет загубить всю идею Что значит хочет загубить На самом деле он просто Возвращает дравый смысл Во всю эту ситуацию Пока что мы ведь не знаем Ничего Что там в этом плане Вообще Помните Мы всё время говорили о том Что этот план Больше похож на Кашу из топора То есть есть необходимость Сотрудничества Между Израилем И арабскими государствами Арабские государства Так долго утверждали Убеждали своё население Что без решения Проблемы палестинских арабов То есть создание государства Для палестинских арабов Место государства Израиля Ничего вообще нельзя На Ближнем Востоке решить Что сегодня им сложно Сразу сказать своим людям Да забудьте вы Про палестинское государство Нет такого не было И не нужно никому оно Поэтому варится Такая каша из топора На фоне которой То есть как будто бы Какое-то что-то происходит На фоне этого чего-то Якобы происходящего Израиль и арабские страны Сближают по своей позиции И действуют на Ближнем Востоке Сообща против общей Реальной угрозы Серьёзной Ирана Но тем не менее Что-то действительно варится По крайней мере Оно будет представлено И по тем утечкам Которые доходят Попадают в прессу Обычно через арабов Судя по всему Действительно Как мы и говорили раньше Если что-то такое и будет То это скорее всего Будет очень в духе Видение Натаньял Того самого видения Которое он озвучивал На самом деле ещё В 94-95 году То есть до даже Прихода Первый раз Когда он стал Премьер-министром И это в общем То что остаётся с ним То к чему он Постоянно возвращается Что Создать Позволить арабам Создать государство В Иудеи и Самарии Мы не можем По разным причинам Но если мы говорим Не о причинах Связанных с религиозным правом С правом евреев На эту землю Где собственно Происходило 99% Событий библейских С еврейским народом Мы говорим о том Что у арабов Палестинских Нет сегодня Ни одного Вменяемого лидера И даже если Абумазан Действительно Представим себе Что он на мгновение Что он действительно Был бы согласен Согласиться С минимальными требованиями Обеспечения безопасности Для израильтян То Израильская армия Уйдя из Иудеи и Самарии Перестав его Сохранять Она просто его потеряет Он будет сметен Либо на выборах Поскольку народ Арабы Палестинские Царшины Не готовы Жить в мире с Израилем И они пересберут И выберут Хамас Как это уже было В 2006 году Или просто убьют Такого лидера арабского И в итоге Придет в власти Хамас И мы получим газу Только в 20 раз большую Гораздо ближе Ко всем городам Израиля Чем сегодняшняя газа И в общем Эта ситуация Абсолютно несовместима С дальнейшим выживанием Государства Израиля Поэтому говорить О государстве Это безумие И судя по всему В плане Трампа Этого безумия нет Там говорится О широкой автономии И это конечно Обумазано выводит Из себя И он вот Сучит ножками И кричит Что если нет государства То вообще ничего Ему не нужно Ну Не нужно так не нужно То есть На нет и суда нет Мы Убиваться потому что Им не дадут автономии Мы не будем Если В этой ситуации Израиль сможет Объявить О суверенизации Отдельно Хотя бы Пока что В каких-то частей Иудеи Самарии И это будет поддержано Американской администрацией В рамках Общей этой сделки То это будет замечательно Как говорится У нас вот сегодня На пасхальном седере Мы поем такую песню Если бы Бог Вывел нас из Египта Но не дал бы нам того То было бы нам достаточно Это долгая-долгая песня Что он всего для нас сделал Так вот Даже если в итоге Из этого плана Получится только то Что Израиль Распространит суверенитет На определенной части Иудеи и Самарии Там живет Большой компактно Много сегодня Еврейских жителей И это будет поддержано Американской администрацией Как это было Скажем с голландами Сейчас То это уже будет Хороший Хороший итог Вот этой попытки Ну а арабы В очередной раз Покажут нам Что они хотят все И поэтому не получают Ничего Так что в этом смысле Действительно Очень может быть Что у правительства Натаньяо Впервые за За все время Существования Израиля Появится Ну фактически С 67 года С тех пор как Израиль В общем Взял в свои руки Ситуацию Иудеи и Самарии Появится возможность Провести какие-то Важные для нас Решения И быть поддержанным Америкой Что для нас конечно Очень важно И вот допустим Признание Американское Признание Голландских высот Почему оно важно А потому что Теперь Голландские высоты Официально признаны И соответственно Там можно инвестировать Туда можно инвестировать Какие-то деньги Там можно что-то строить Там можно что-то Вкладывать американцам Они уже не нарушают Никаких законов Американских То есть Процесс пошел То что европейцы Россия Там сегодня Не признали Это ну так Как бы российских инвесторов Там как бы и нет И неоткуда им взяться И что касается европейцев Тоже это Старый свет Теряющий свое влияние В мире Со свистом Просто он Все меньше и меньше Интересует Израиль Который все больше Помимо дружбы с Америкой Разворачивается Экономически на Дальний Восток На Южную Америку На Африку И вполне компенсирует Так сказать Враждебность Европы Не только враждебность Но и в общем утрату Европы Каких-то вот таких вот Лидирующих Позиций в мире Что касается второго Второго направления Борьбы с судейской олигархией Это конечно Более глобальная проблема Это вот борьба с Дип-стейт То что называется С государством в государстве Иллюстрации Тому Насколько все в Израиле Запущено Стало Заявление Известного Израильского Журналиста Который в прямом эфире На голубом глазу Заявил Что если Натаньяо Позволит себе Назначить министром Юстиции Одного из правых Политиков Он назвал Две фамилии Это два Два кандидата Которые Так с большой вероятностью Могут стать министрами Юстиции Один из них Из Ликуда Другой из Более правой партии Два очень ярких Действительно Политика Правых И они Хорошо понимают Разбираются В этом вопросе И знают Как бороться С судейской системой То есть Как поставить их на место Как вернуть полномочия Парламенту И Отобрать Присвоенные Незаконно присвоенные Судейской олигархии Полномочия Так вот Если Амнон Абрамович Этот самый журналист Если Натаньяо Сделает так Сказал он То это Добавит ему Еще один год В его будущей Отсидке То есть Тут он уже Как бы Приговорил Натаньяо За те вот Дела которые Будут еще Только слушания Он уже Посадил Натаньяо И он ему еще Намекает Что он получит Дополнительный год Но самое ужасное Во всей этой истории Это то что Сидит журналист Он не юрист Еще не было Никакого суда И он просто Открытым текстом Говорит Мы вам сейчас Сделаем предложение От которое вы Не можете отказаться Давай Натаньяо Либо делай то Что мы тебе скажем Либо мы тебя посадим И еще добавим год К тебе И это конечно Это угроза В прямом эфире И это И самое удивительное Что они даже не боятся Они это говорят Правда потом он сказал Ой это была шутка Но понимаете В каждой шутке Есть доля шутки Только доля И это конечно Совершенно Из ряда вон Выходящая ситуация При том что Сегодня некоторые Аналитики говорят Ну мол Ликут получил 35 мандатов Из 120 И оппозиционная партия Главная 35 мандатов получила Значит в общем Народ разделился пополам На самом деле Не пополам Потому что на самом деле Все правые партии Которые в общем Сейчас станут Частью коалиции Они все В процессе Выборов Говорили Что мы поддержим Натаниал А левые партии Они говорили Нет Мы не поддержим Натаниал Потому что он Вор и коррумпированный И мы хотим Чтобы он ушел То есть по сути дела Эти выборы В значительной степени Были Не о вопросе Будущего Еврейских поселений В Иудеи и Самари Не о вопросе Не о вопросе Экономическом Не о вопросах Каких-то других Это были выборы По сути дела Это был Народный референдум Верит Народ Израиля Натаниал В невиновность Натаниал Или не верит И вот получается Что если мы возьмем И партию Ликуды Все сопутствующие партии Которые Сказали Мы поддерживаем Натаниал И заработали Нам свои голоса То получится Что таких людей Было 52% То есть 52% Населения страны То есть больше половины Четко сказали Мы не верим В то что Натаниал коррумпированный Мы не верим В то что В те дела Которые на него навешивают Мы не хотим слушать Что там Так сказать Судейская мафия Закручивает Против нашего лидера Мы его выбираем И мы не хотим Чтобы он дальше Продолжал быть лидером И поэтому Это 52% Это больше половины Это четкое совершенно Выражение воли народа И у правительства Сегодняшнего безусловно Есть мандат От общества Покончить С судейским беспределом По сути дела Что можно сделать Не нужно там Вешать судей На столбах Или там Гильотину включать Достаточно просто Изменить механизм Избрания судей То есть сегодня В Израиле Избрание судей Это что-то Совершенно невероятное Судьи сами выбирают Сами в себе Замечательно просто Ни в одной демократической стране Такого нет Окей В Америке вообще Президент назначает судей Но в Америке Президента другие полномочия У нас премьер-министр У нас другого типа страна Другая модель государственная Но в таких странах Европейских Скажем Где модель больше похожа На израильскую Там существует Процесс избрания судей Который осуществляется Народными избранниками То есть народ выбирает Кого-то Кто выбирает уже судей И в этом смысле Получается честно То есть судей Избираются в итоге Хоть и опосредованно Но народом У нас же Судьи выбирают Самих себя И с этим Эта ситуация Ни в какие ворота Не лезет И это нужно Ситуацию изменить И второе Нужны инструменты Позволяющие Кнесету Квалифицированным Большинством Возможно И на определенное время На ограниченное время Преобладать Над решением Верховного суда То есть если Кнесет сегодня Принимает закон Верховный суд Вот эти самые Судьи Которые сами Себя избирают Они говорят Нам этот закон Не нравится Мы его Отправляем на полку И Кнесет Который в общем Представляет общество И который Формирует те законы Которые Которые Общество хочет Получается Что он вообще Не суверент То есть он вообще Ничего не может Если ему разрешить Верховный суд Будет закон А не разрешить Так не будет закон Опять же Не нужно изобретать Его сипет Существует государство Демократическое Та же Канада Например В которой существует Такое понятие Как вот Параграф О преодолении То есть Если возник конфликт Между парламентом И Верховным судом Верховный суд говорит Нехороший закон Неконституционный А парламент говорит А мы хотим его То у парламента Парламент может Если за этот закон Голосует Квалифицированное большинство И может Добиться того Чтобы этот закон Вступил в силу На какой-то определенный срок Скажем на 5 лет Или на 10 лет А потом Если Верховный суд Не изменит свое мнение И парламент не изменит Свое мнение То снова может произойти Такая штука Если изменился Если народ избрал Других парламентариев То они могут Изменить этот закон И таким образом Существует С одной стороны Возможность У парламента Формировать те законы Которые требуют И желают И ожидают От них общество С другой стороны Понятно же Что может в парламент Пройти непонятно кто Случится так Народ Сдуру Выберет Каких-то лидеров Каких-то парламентариев Которые Напринимают Безумных законов И у Верховного Суда Должна быть Возможность Как бы Противостоять Но не Монополия И вот здесь Конечно Эти реформы Которые требуются Сегодня В Израиле Будем надеяться Что все-таки Правительство Натаньяо С ними Их как-то Продвинет Ну и конечно Свободная экономика Тут понятно В этом смысле Как раз Натаньяо Последние 10 лет Сделал очень много Но нужно еще Много чего сделать То есть тут было И развитие инфраструктур И демонополизация И сокращение регуляций Увы У Натаньяо Нет таких полномочий Как у президента Поэтому то что Трамп может делать Просто вот так сказать Указами Выдавать указы Или отменять указы Предыдущие Обамовские И сразу же Так сказать Продвигать Америку В этом направлении Натаньяо Все это сложнее Законы Принятие в парламенте Какие-то специальные Так сказать Поправки Это все делается Это делается неплохо В этом смысле Как раз Будем надеяться Просто что Правительство Продолжит Вот эту политику Ну и в итоге Таким образом В общем пока что Все хорошо Посмотрим Как Натаньяо Удастся сформировать Правительство Как он его сложит И насколько Вот он в этих Трех направлениях Будет продвигаться И по мере того Как это будет Происходить Мы будем возвращаться В наших передачах Более подробно К разговору О продвижении В этих Трех направлениях Давайте попробуем Принять звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Здравствуйте Ну во-первых Хэппи пассовер Чтобы государство Израиль Было вечно И чтобы это Был светоч Цивилизация Вместе с Соединенными Штатами Америки Потому что Европа Уже погибла Практически Поэтому вот Две страны Самые замечательные В мире Теперь я Хотела бы Сделать небольшой Комментарий И два небольших Вопроса Значит первое Это когда вы Сказали что Благодаря Премьер-министру Библии Столько поздравлений Спасовер Я считаю Что вы просто Забыли Про нашего Замечательного Президента Дональда Трампа Потому что Он тоже Основу того Что все Народы мира Так сказать Повернулись лицом К Израилю Теперь вопросы Первый вопрос Я прочитала Вашу Статью Забытый Наследник Российского Трона Там недели Две Наверное И откровенно говоря Не поняла Зная что вы Очень серьезный Журналист Это была Шутка Или это На самом деле Результаты Расследования Очень бы хотелось Узнать Что это такое Потому что Конечно Феноменальная Просто История феноменальная А второй вопрос Это В свое время Худбарак Панически ушел Из Ливана И оставил Цахат По-моему Назывался Военные силы Военная армия Христиан В Ливане Или Цадал Не помню Короче говоря И Они Многие из них Ушли Вместе Вынуждены были Бежать Вместе С армией Так сказать Израиля Вместе С Худбараком И они Вообще-то Мечтали Они думали Что они Возвратятся В Ливан Что с ними Что с ними Стало В Израиле И Какие перспективы Вообще Насчет этого Потому что Конечно То что он Предал Таких верных Соратников Это большой Позор Ну вот Такие два вопроса Спасибо вам большое Окей Ну да Вы безусловно Правы Касательно того Что конечно же Отношение Трампа К Израилю Влияет на очень Большое количество Лидеров Когда я говорил О заслугах Натаньяу Я имел ввиду Что Сегодня То что Россия Скажем Не считает Израиль Своим врагом Хотя Израиль Четко Идет В фарватере Американской Политики А у России У Америки Сейчас Отношения Не самые лучшие Это заслуга Натаньяу И поэтому Путин Может позволить Себе Вот так Как бы Быть Великодушным И поддерживать Евреев И у себя В стране И вообще Говорить Как бы Какие-то Приятные Слова Для Приятные Для слуха Израиль И вот Так сказать Делать То что он Делает Мы об этом Может быть Еще сегодня Поговорим Это во многом Заслуга Так сказать Тихой Дипломатии Натаньяу Что касается Статьи Которой Вы упомянули Наследник Российского Престола Исследование Которое Предполагает Что Дональд Трамп Президент США Является Потомком Брата Российского Царя Николая Второго Я хочу Обратить Ваше Внимание Что Эта Статья Была Опубликована 1 Апреля И В общем Выводы Делайте Сами Что Касается Армии Цадаль Армии Южно-Ливанских Христиан Которая Действительно Сотрудничала С Израилем И Которая Была Предана Худом Бараком Когда Он Поспешно Бежал Из Южного Ливана Фактически Отдав Ливан На Откуп Хизбалей То Какая-то Часть Этих Людей Уехала Из Ближнего Востока Какая-то Часть Осела В Израиле И В арабских Деревнях В общем Можно встретить Друхские Рестораны Которые Открыты Этими Самыми Людьми Какие-то Из них Поселились В израильских Городах Наверное Многие Из них Хотели бы Вернуться Себе Домой Это Будет Возможно Только В том Случае Когда Хизбалла Уйдет Из Ливана И Когда Ливан Снова Станет Демократическим Государством Свободным И В каком-то Смысле Какие-то Движения В этом Направлении Происходят Хизбалла Является Просто Щупальцем Ирана Сама По себе Хизбалла Без Ирана Долго Не протянет Поэтому Не будет Шиитского Режима Сумасшедшего Фанатичного Режима Итога Иране Скорее Всего Не будет Хизбаллы Ливан Снова Станет Страной Мультиконфессиальной То есть С двумя Видами Мусульман Как минимум С христианами Которые Как-то Договорятся Между собой И тогда В этом Новом Государстве Обновленном Безусловно Дается место И для Южно-Ливанских Христиан Давайте Александр Мы в этом месте Сделаем Небольшой Перерыв Послушаем Рекламное Объявление После чего Вернемся И продолжим Редактор субтитров